Подводим итоги встречи. Матч от «Отнефть» Бродвей, который соскончился за счетом 6-3 в пользу «Татнефти». С нами из студии Роман Дашкин и Михаил Кольчик. Роман, как вы оцениваете игру своей команды по сегодня? Ну, неоднозначно я оцениваю. В обороне мы сыграли не так, как хотелось бы. Зато преуспели очень сильно в атаке. 6 голов, я думаю, отличный результат, которого хватило бы, наверное, в любой встрече, чтобы победить. А вы как оцениваете игру своей команды? Ну, тоже заметил, что был россыпь голов. Ваша команда тоже плохо сыграла в защите или это просто команда соперника в атаке была хороша? Ну, нельзя тут отнять, что команда соперника в атаке хороша. Ну, там ошибки, наверное, три. На совести, наверное, наши защиты. Там вратарь немножко, там солнышко, наверное, слипануло. Поэтому я бы так сказал, что половина, наверное, да. Заслуга, наверное, команда соперника. А вот, ну, там по двум-трем голам есть вопросы. Которые будем обсуждать. Я надеюсь, что это, ну, будет уроком в дальнейшем. Вы ввели счете с счетом 3-1, но потом команда соперника сравняла. Ну, были ли какие-то опасения по поводу дальнейшего продолжения встречи? Ну, я думаю, что мы немножко подрасслабились. Казалось, что игра полностью под нашим контролем. Соперник доказал, что нет, это не так. Минутная расслабленность и счет уже 3-3. Наверное, за минуту или за две они сбивают два гола. Но, честно, в тот момент казалось, что игра в дальнейшем будет протекать сильно равной. И победитель выявится. Если выявится, то только до конца матча. Но мне показалось, что силы у соперника подзакончились. И количество замен у них было поменьше, чем у нас. Поэтому мы смогли победить. Даже моментом за 5 или 10 минут до конца у человека ногу сводит в конце у соперника. Это говорит о чем-то. Вы согласны с тем, что ваши команды под конец встречи уже заканчивали силы? Ну да, не тот сбор, который хотелось бы сегодня на матч. Не буду жаловаться на это. Выпали сразу 4 основных игрока. Но это длинная дистанция, к которой мы должны быть готовы. И по большому счету здесь как бы на сегодня, наверное, то, что могли мы, наверное, выдавить, выдавили. Другое дело, что футбол такая штука, что не прощает ошибок. Но опять же, при счете 3-3, когда мой визави говорит о том, что игра равная была бы. Вопросы к суде есть. Не знаю, я повтор хочу посмотреть. Потому что как раз там вот такая история была. Мы получаем в ответ на атаки. Просто человека рубят вдвоем. И никакой реакции. Соответственно, переломный момент, наверное, здесь. То, что подустали, да. Ну, как бы вопросы. Как игрокам все ошибаются, так и судьям, наверное. Сегодня судья что-то как-то, по моему мнению, ошибался много. Причем в одну сторону. Спасибо.